Неароматное соседство. 120 тысяч жителей Алматинской области вынуждены задыхаться от невыносимого зловония. Причиной создавшейся ситуации стали канализационные отходы города Алматы, которые сбрасываются на территорию Ильийского района. Причем мириться с неудобствами жителей этого региона приходится уже несколько лет. Существует ли решение этого вопроса и как долго людям придется терпеть неудобства коммунального характера? В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Многим казахстанцам экологическая ситуация в городе Алматы давно известна. Теперь же к этому списку рискует присоединиться и Алматинская область. Причина в том, что сточные воды из южного мегаполиса разрушают окружающую среду соседствующего региона. Кроме того, на территорию Ильийского района сбрасываются канализационные отходы Толгарского и Карасайского районов. В результате страдают жители порядка 10 населенных пунктов Ильийского района. В то время, когда строились очистные сооружения, в городе Алматы проживало всего 600 тысяч человек. Сейчас численность в нем составляет почти 2,5 миллиона жителей. Вы только представьте, какая это нагрузка на канализационные сети. Что касается запаха, нет такого, чтобы пахло круглосуточно. Обычно он появляется по вечерам, это называется бриз. Тем более он перемещается. Вот тогда и появляется этот запах. Я переехал сюда 3,5 года. Из-за сильного и неприятного запаха наша жизнь превратилась в мучение. Ни днем, ни ночью невозможно находиться дома. К тому же в этом году из-за запаха у меня появился кашель. Вот уже 3-4 месяца я болею. Ничто не помогает. Я живу в отдалении от отстойников, но и у нас чувствуется эта вонь. Я даже представить не могу, что тогда творится в тех селах, что находятся рядом с отстойниками. Многолетние страдания людей не остались незамеченными. На обращения граждан отреагировали представители министерства, местного исполнительного органа, а также депутаты. По заверениям граждан, многие из них уже болеют различными недугами, причиной возникновения которых стало невыносимое зловоние от отстойников. Выслушав доводы жителей района, их обращение прокомментировал непосредственно представитель коммунального учреждения Аматы-Су. Сейчас над этим вопросом работаем. Неоднократно были обсуждения в присутствии населения различного уровня руководителей. И ищем решение. До этого времени все решалось. Мы на месте не стоим. Выполняем предохранные мероприятия. Желая ускорить решение, набившее оскомину проблемы, жители района направили в департамент эпидемиологического контроля четыре заявления, в рамках которых сотрудниками ведомства были проведены необходимые проверки, а по итогам выявлен ряд нарушений закона. В целом в Ильейском районе насчитывается около 120 коммунальных отстойников. Они занимают площадь в 123 тысячи гектаров. Собранные канализационные истоки могут находиться в специальных резервуарах в открытом состоянии до трех лет. Последние три года в адрес территориального департамента санэпидконтроля поступило шесть обращений от граждан, которые проживают в этих населенных пунктах. Согласно этим обращениям, наш департамент санитарно-эпидемиологического контроля с участием филиала национального центра экспертизы провели санитарно-эпидемиологический мониторинг атмосферного воздуха. По результатам исследований было проведено более 4 тысяч исследований. По результатам исследований в 4% провок выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных химических веществ. Это аммиак, сероводород и оксид азота. В этой связи департаментом были направлены соответствующие письма для принятия системных мер местных исполнительных органов Акиматы, в экологию и в остальные уполномоченные инстанции. На сегодня мы видим ситуацию, что Алматы-СУ разработала новую технологическую линейку, где предусмотрена модернизация технологического процесса, которая направлена на снижение вредного воздействия на здоровье проживающего населения вредных веществ. Лишенные доступа к свежему воздуху, жители Ильийского района несколько лет страдают от зловонного запаха. В особенности тех сел, что соседствуют с канализационными отстойниками. По заверениям народных избранников, острый для населения вопрос взят на особый контроль депутатов. Я считаю, что решение данного вопроса зависит от вмешательства не одного, а нескольких министерств, так как сточные воды поступают из города Алматы. На встречу также прибыли и представители городских властей. Надеюсь, что сообща мы найдем правильное решение. Ведь для 120 тысяч человек это настоящее мучение. Мы должны помочь людям. По мнению участников встречи, единственный способ окончательно решить данную проблему поможет модернизация канализационных сетей и строительство нового очистного сооружения. Однако, как скоро предложенный план воплотиться в реальность, этот вопрос остается открытым.